Всем привет, меня зовут Алена, и если ты тут первый раз, то добро пожаловать, если же нет, то я безумно рада, что ты вернулся, и если тебя заинтересовало название этого видео, то да, ты абсолютно не ошибся, это видео будет о том, как я въедаю с кусиловскими рецептами веганскими, не знаю, они типа должны быть хелси пафе, возможно без сахара, но возможно нет, но у меня просто целый мешок, и я в шоке от того, что я сейчас буду это делать. Ну я надеюсь, вам понравится, и если это так, если я не умеру просто от сахарной колбы в конце, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на меня в инстаграм, я буду прям очень-очень счастлива, я попыталась еще как-то немножко оборудовать свой фон задний, я не всем понимаю, вроде выглядит нормально, поэтому я очень-очень рада. И, короче, я не знаю, мне эта идея пришла супер спонтанно, я захотела купить трюфельный торт по вкусу, или вот так вот выглядит, я бы купила, попробовала, сошла с ума от этого, выложила в своем инстаграме, такая, так, ребята, вы хотите такое видео? Мне просто столько написали реакции, что я была супер в шоке, и я безумно вам за это благодарна, потому что без вас, наверное, я бы это все не попробовала. Я, знаете, как была тот человек, который всегда заходит, и такой, типа, ну, я еще разочек посмотрю, и уйду. Я налила себе водички, потому что я чувствую, что это будет слишком сладко. Ой, можете спросить, почему не чай, почему не кофе, я вам отвечу, потому что я ничего не хотела делать, мне была лень, у меня только что был английский, он прошел не очень. Короче, начинаем. Смотрите, я хочу начать с чего-то мягкого. Мы с вами тортики, тортики оставим на попозже. А начнем мы с вами, давайте, вот с такого десерта. Я сейчас, надеюсь, он как-нибудь сфокусируется. Это десерт кокосовый суфле с малиной, охлажденный. Тут есть сахар 6 грамм на 100 миллиграмм. По составу тут напиток растительный кокосовый, короче, неважно. Веганский с малиной. Я очень люблю малину, поэтому сейчас с вами будем пробовать. Текстура мягонькая. Ой, нет, она какая-то, ну, желеобразная, суфлейная. Ну, слушайте, вот то, что с малиной сладенько, но мне кажется, туда все равно добавлен сахар, а вторая часть, которая белая, ну, она как будто бы, знаете, как будто бы масло кокосовое. М-м-м, вообще невкусно. Я этому ставлю, если говорить из 10, наверное, 3. Вообще не очень, не берите. Малина прикольная, но только ради верха брать не стоит. Я взяла еще один похожий. Вот такой вот десерт на кокосовой основе с мангой и семенами чия. Здесь уже поинтереснее. Здесь сверху добавляется ложечка, но у меня есть своя, поэтому мы ее использовать не будем. Хотя можем проверить ее на то, насколько она удобна. Так. Вот про этот я прям десерт много слышала, поэтому... О, пахнет, кстати, вкусно кокосовым молочком. Он точно веганский? Э, Алена просто молодец, ну он точно веганский. Кокос. Давай сначала пробуем верхнюю часть. Приятное кокосовое молоко. Приятнее, чем вот в том суфле. Но оно все равно какое-то, как будто бы слишком кокосовое. Так, давайте смешаем. Непонятно. Слушайте, это вкусно. Это по-своему... Это вообще не приторно. То есть вы, например, все боитесь брать именно йогурты с какими-то начинками, типа внутри, то это... Это прям очень приятно. Поэтому я этому ставлю... Слушайте, на самом деле, я бы даже поставила 8. Давайте 7,5. Потому что тоже все-таки есть сахар. Хотя я ничего против него не имею. Нет, наверное, давайте все-таки 8. Потому что он мне понравился. Я не так много пробовала йогурта в своей жизни кокосовых. Но этот явно вкусный. Так, я, знаете, я прям хочу в две стопки. То, что я себе оставлю, то, что я дам другим людям. Или выкину. Потому что я думаю, что я это все потом не съем все равно. Я уже позвала пару людей, которые будут это доедать. Как бы плюсы быть знакомым и жить с Аленой. Второй десерт я купила точно такой же, только с малиной. Ой, с клубникой, извините. Моя внимательность сегодня просто на особом уровне. И будем пробовать его. На самом деле, я думаю, у него основа такая же. Такая же приятная. И я хочу попробовать именно низ. И как оно сочетается вместе. Кстати, она как будто бы более густая. Подскажите, не знаю, пробовали ли вы какие-то десерты из Кусвилла. Мне очень интересно. Вот. Если дам, то какие вам понравились. Потому что я постаралась взять все. К сожалению, я вчера заходила в вечер в магазин. И было не все. Продажа. Ну, этому я клубнику не очень люблю. Поэтому этому дам я 7 из 10. Тоже неплохо. Мне очень нравится именно сам верхний йогурт. Мне кажется, я бы брала эти десерты. Именно для йогурта. Чтобы брать его и, допустим, гранулы использовать и так далее. Потому что я наполнитель не очень люблю. А так, это было бы круто. Так, следующий. Следующий, следующий, следующий. Ага, следующий у нас тоже десерт кокосовый. Суфле черно-смородиновое. Тоже охлажденное. Вот так вот оно выглядит. Такое очень маленькое, я бы сказала. Попробуем. Здесь агар в основе желе. Ой, это знаете? Это как будто бы сорбец черной смородины. Я обожаю этот аромат, на самом деле. Я вот даже так подумала, что если его заморозить. Ну, ладно, пробуем. Текстура. Она очень мягкая. Это как зефир. Я клянусь, это как зефир. Я зефир не ела миллион лет. Это очень вкусно. Я очень люблю эту смородину. Господи. Это прям очень клево. Я тоже поставлю 8. На десятку не дотягивает. Но это, думаю, можно заморозить и сделать мороженое. Кстати, во вкусвилле появилось веганское скимо. Я его еще не пробовала. Но выглядит многообещающе. И если вы хотите, не знаю, может быть, еще какой-то апдейт по вкусвиллу, по вкусвиллу, по тем тортикам, которые я не взяла, потому что их не было, то вы там мне дайте знать. Я, может быть, вторую часть решу заснять. Так, идем дальше. Дальше у нас вот такой вот десерт без сахара. Я, кстати, тоже много о нем слышала, если честно. Ну, то, что оно потрясающее. Это, в общем, какой-то супер трехслойный десерт, как вы его можете видеть. И это шоколад-карамель. Веганский натуральный десерт. На основе сиропа топинамбура, овсяного молока, кокосового молока, пшеничной муки и так далее. И, блин, это, знаете, как будто бы брауни, мне кажется. Сейчас попробуем. Мне кажется, знаете, по мне это такое вот ощущение, что я сладкое вообще не ем. Так, пробуем. На самом деле, вообще ни капли сладкого себе не запрещаю. Обожаю всем сердцем и душой. Просто как-то я замараю тут все, кажется. Просто иногда, когда, например, здесь выбор, поесть что-то нормальное и поесть что-то сладкое, я выбираю что-то нормальное. Ах, ребят, как это пахнет. Мне кажется, я издеваюсь от собой. Ладно, давайте. Вы готовы? Блин, я больше его ожидала. Знаете, когда это смешивается во рту, ощущение, что ты шоколадный, шоколадные печенья. Ммм. Но это вкусно. Это очень сладко. Это очень сладко. Но это вкусно. Я бы, наверное, этому дала, ну, такую. Нет, для меня слишком сладко, слушайте. Наверное, это для меня шестерка. Серьезно. Я бы даже семерку не досидула, а это есть невозможно. Я люблю какие-то более мягкие вкусы, хотя шоколад я люблю. Ммм. Муил карамели, она мне меньше нравится. Поэтому для меня это шестерка. Я еще взяла такой же, с манго-маракуйей. Тоже какой-то очень нежненький. Тоже без сахара. Но у него, первое, благо, не сироп-тофинамбро, блин, сладкий, а овсяное молочко. И я очень надеюсь, что он будет помягче. У него такая тоже очень классная трехслойная. Ой, даже, смотрите, четырехслойная внизу тоже мука. Текстура. Поэтому сейчас будем пробовать. Ой, пахнет супер. Мне, кстати, нравятся такие штуки, знаете, с кислинками. Когда я первый раз попробовала лимонный йогурт, это было прям очень классно. Так, ну что, испробуем. Ох, блин, тут очень клевая нижняя часть. Ну, блин. Я что-то как-то больше ожидала от него. Не, это вообще слабенько. Наверное, где-то пятерочка. Это менее сладко, что мне очень нравится. Не, и поставлю тоже шесть, потому что она менее сладкая, но та прям вкусная. То есть, например, если вы тот дадите человеку, который ест вообще все, что угодно. Все сладости, все молоко и так далее. Вот такой, блинка, вкусно. То это он подумает, что, знаете, ПП и веган это всегда невкусно. Вот, поэтому вот в этом плане из-за этих таких десертов, мне кажется, многие ошибаются. Хотя это такое интересное что-то. Но, наверное, еще разочек вот это вот я бы не купила. Следующая вещь. Это вот такой вот яблоничный, яблоничный, яблочный десерт. Он выглядит таким образом. Не знаю, что это. Это пюре из запеченных яблок с овсяными хлопьями и корицей. Мне показалось, это прикольная вещь, потому что как десерт. Мне кажется, ой, это прям супер. Тут, кстати, тоже есть ложка. Очень круто, что они много где кладут ложки. Правда, тут очень много пластика. Выглядит обычно вообще ничем не примечательно. Пахнет протухшими яблоками, если честно. Как-то странно, ладно. Пробуем. Он такой желеобразный тоже. Блин, слушайте, вот мне нравится. Это непонятная консистенция, непонятно с чем. Очень такая мягкая, жидкая, слизкая. Я такую просто люблю. Но я думаю, это прям супер на любителя. Ну, с целом прикольно. Но тоже, типа, я бы 7 дала, может быть, из 10 максимум. Поэтому... Я бы не закрывается, что тоже большой минус на самом деле. Идем дальше. У нас... Я еще хотела попробовать вот такой вот миндальный напиток, чтобы все это запить. Это напиток миндальный с финиками и корицей. Тоже во вкус вилле очень много таких появилось. Появился кокосовый, появился еще какой-то. Но мне захотелось попробовать именно миндальный. Что он был там? Ммм, пахнет сладко. Блях. Это как кисель миндальный. Блях. Это очень плохо. Очень жаль. У меня были надежды на него. Два из десяти. У нас буквально пару вещей осталось. Это кик. Я очень много о нем слышала. Здесь шоколад и мякоть кокоса. Но я его еще не пробовала. Я пробовала такой же, как сникерс. Это очень вкусно. Но вот именно кокосовый я не пробовала. Хотя я порой думаю о том, что я скучаю по баунти. Поэтому я очень надеюсь, что он мне понравится. Потому что я бы прям его даже покупала. Запах молочного шоколада потрясающий. Хотя тут... Блин, он шипит, да? Простите. На самом деле он такой маленький, что я в шоке. Типа вот моя рука. А моя рука маленькая. А он как пол моей руки. Знаете, вот я человек, который любит большие объемы. Это очень маленький объем. Ну, попробую. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Это так вкусно. Это так вкусно. Все. Мне есть фаворит. Спрятать. Уничтожить. Это очень вкусно. Я знаю, чем я буду питаться. Десять из десяти. Меня просто продали. Это все. Гениально. Так, и у нас с вами остались вот эти вот два потрясающих десерта. Они как чизкейки. Сейчас тоже попробуем с вами. Причем очень прикольно. Мне очень нравится, что вкус или очень маленькие сроки годности. Ну, как бы это говорит о том, что это очень хорошее качество. Кстати, тут основа. Интересно. Тут тоже лимонный сок. Сироп топинамбура. Ядро миндалян. То есть тут миндаль, мука. А, ну тут мука. Я просто думала, мало ли они сделали типа полусыроеческий, но нет. Полусыроеческий. Такого не бывает. Блин, мне в животе уже плохо, если честно. Но это очень вкусно. Мне нравится такой тестинг. Такое я люблю. Видео, конечно, длиннее получается. Ох. Пахнет очень химосно. Очень кисло. Очень прикольно. Основа. Честно, мне, кстати, не нравится. Невкусная. Я думала, она будет, знаете, как овсяная. Эта штучка, она такая желеобразная, очень прикольная. Ну, ничего так. Нормально. Но я бы сказала, что выглядит круче, чем он по вкусу. Немножко разочарование. Ну, сколько тебе поставят лимонный. Вот с одной стороны он вкусный. Типа он все равно прикольный. Интересно, что он кисленький. Он непритерно-сладкий. Но с другой стороны, как будто что-то в нем не так. Я сила всю помаду, конечно. Я дам тебе, наверное, шесть. И второй вариант это с малинкой. Мне кажется, тоже очень прикольный, потому что он тоже должен быть кисленьким. Интересно, у него такая же основа. Ну, наверное, да. Да, наверное, тоже. Попробуем. Я очень хочу приготовить себе чизкейк классический, чтобы он был без вкуса. Не знаю, зачем мне это, но я хочу. Вообще пахнет так же. Удивительно. Попробуем. Вот этот, мне кажется, приятнее на самом деле. Вообще, ничто он, правда, даже не с малиной, а с черной смородиной как будто бы. Да. Этот на семерочку. Тут прям, знаете, чисто явно семерчик. Это было вот такое вот пирожное с малиной. Так, ну что могу сказать? Десерты закончились. Мой фаворотник известен. Покупайте. Хочу вам сказать спасибо большое за то, что вы так сильно круто поддержали мою идею поесть. На камеру, я думаю, это круто. И это продолжать стоит, потому что мне было очень вкусно. Очень сладко, но очень вкусно. И я хочу вам сказать, что спасибо вам большое за то, что поддерживаете. Если вам понравилось это видео, вы хотите какое-то подобное, возможно, с еще какими-то десертными, интересными штуками веганскими. Искусила, или искусила другого магазина, если хотите, то я буду рада продолжать такую приятность, так скажем, для меня. Вот. Ставьте лайки. Как-то, не знаю, давайте, делитесь вашими комментариями. Если что-то из этого пробовали, расскажите мне, как вам. Потому что мои вкусы абсолютно 100% могут отличаться от ваших. И, возможно, мне сейчас что-то не понравилось. Это не значит, что это вам не понравится. Вот. Тоже помните об этом? Помните о том, что жизнь прекрасна, нужно себя радовать всякими вкусняшками, такими, как, например, эти десерты. Целую, обнимаю, говорю вам до новых встреч. Пойду есть дальше. Субтитры сделал DimaTorzok